Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за четверг, 26 октября 2023 года, на нашем канале. Мультитемпературный комплекс на СО-2 возвели в Приморье. Ревкул объявил о вступлении в состав Росоюз Холодпрома. Озон открывает 30-й фулфилмент-центр. Птицефабрика в Егорьевске расширяет производство. Построен второй корпус индустриально-складского парка, а город Амилино. Первый крытый каток планируют открыть в микрорайоне, железнодорожный в Балашихе. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Мультитемпературный комплекс на СО-2 возвели в Приморье. Компания Delta Service, резидент свободного порта Владивосток, СПВ, построила в городе Артеме Приморского края мультитемпературный склад-холодильник для хранения пищевой продукции в температурном диапазоне от плюс 15 до минус 35 градусов. Склад рассчитан на обработку, 95 тысяч тонн продукции в год оказывает полный... Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Ревкул объявил о вступлении в состав РСУС Холодпрома. 5 октября завод ООО «Ревкул» посетил Юрий Николаевич Дубровин, председатель правления Российского Союза предприятий холодильной промышленности, РСУС Холодпром. Сергей Алексеевич Морозов и Алексей Владимирович Морозов провели ознакомительную экскурсию по производству, показали строительство второй очереди ЗА. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Озон открывает 30-й фулфилмент-центр. Юбилейный логистический комплекс расположен в деревне Давыдовская, Московской области. Продавцы уже могут записаться на поставку товара, а начало отгрузок запланировано на 26 октября. В результате открытия логистической фабрики для жителей региона будут созданы почти 350 рабочих мест. Складской комплекс осуществляет полный цикл. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Птицефабрика в Егорьевске расширяет производство. Застройщик, ООО «Егорьевская птицефабрика» проводит перепрофилирование производства под выращивание индейки из отечественного яйца, расширяя зону выращивания на 230 тысяч голов в год. Ранее Егорьевскую индейку выращивали из канадского инкубационного яйца, затем фабрика заменила иностранного поставщика на российский. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Построен второй корпус индустриально-складского парка, а город Амилино. В городском округе Люберце завершилось строительство второго корпуса индустриально-складского парка, а город Амилино. Застройщиком объекта выступила ООО «Орбита». Новый складской комплекс занимает площадь свыше 9,2 тысячи метров ноль, и его отличительной особенностью является возможность независимого размещения. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Шестая новость сегодня. Первый крытый каток планируют открыть в микрорайоне, железнодорожной в Балашихе. Первый крытый каток планируют открыть на территории стадионной Эквот, Орионе-Квод, в микрорайоне железнодорожной в Балашихе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы Балашихи Сергея Юрова. Мы находимся на стадионе Орион, он давно требовал ремонта. Сейчас ведутся РА. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу. КОНЕЦ КОНЕЦ